Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем наш ежедневный эфир. И сегодня вкусная тема, если позволите, так я ее назову. Мы говорим сегодня о бизнесе гастрономическом. И у меня в гостях Иван Шишкин, шеф-повар кафе Деликатесен, ресторана Тапа де Камида и вагончика Дары Природы. Здравствуйте. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, традиционно у вас есть возможность присоединиться к нашему сегодняшней беседе, задать вопросы нашему гостю. Для этого есть телефон в студии 6510-996, код Москвы 495. Для этого также существует сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте. Я думаю, что Ваня много интересного нам расскажет о том, что же такое гастрономический бизнес. Хотя он за кадром, за эфиром мне рассказывал, что он не совсем бизнес-человек все-таки. То есть его задача не зарабатывание денег, а некая иная. А вот читая о том, что делает Иван в своей профессии, мне даже захотелось под заголовочек нашу сегодняшнюю эфиру предложить. «Ужин как искусство». Это очень красиво. Это очень красиво. Ну и мне кажется, это ближе все-таки, да, по сути, именно к тому, что ты чем-то занимаешься. Ну, искусство было бы это называть очень смело, наверное. Не скромно. Не скромно. Не знаю, что я был очень скромный человек, но... Нет, не надо, не надо скромничать. Ты меня поправь, но, допустим, карпаччо из свеклы. И дальше я, к сожалению, не запомнил, надо было записать просто. Это так вкусно даже звучит. Я уж представляю, как это выглядит, и тем более, как это на вкус. Ну, все это довольно мило. На самом деле, главное ведь, не совсем правильно сказать, что задача не зарабатывать деньги. Нет, мы, в общем-то, работаем для того, чтобы хлеб насущный, на хлеб зарабатывать и кормить свои семьи. И, в общем, это является, скажем, серьезной мотивацией. И, в том числе, является, в общем-то, ограничителем в то же время нашей личной смелости и моих партнеров. Вот эта смелость из точки зрения искусства, да? С точки зрения искусства, да. Потому что, возможно, мы могли бы как-то порезвиться, но тот формат и та ниша, в которой мы находимся, она диктует нам определенные правила игры. Мы, в общем-то, несмотря на то, что удалось какие-то правила перебороть, но все-таки нам приходится, потому что с оглядкой действиями. Ну, понятно, то есть вы в неких рамках, в любом случае, находитесь. Ну, мы одни из первых в Москве начали, то есть отказались от работы по круглосуточной и ежедневной схеме. Мы работаем 5 дней в неделю, кроме воскресенья и понедельника. И, то есть имею в виду деликатес на кафе наше, головное. И, надо сказать, первые полгода мы слышали невероятное количество яростных плевков, стука в дверь. С точки зрения бизнеса, это не совсем логично. Ну, да, все логично, потому что мы сами делаем этот бизнес, и мы с устаём, и нам нужно отдыхать. Ну, может быть, было бы правильнее в понедельник сделать выходной себе? Воскресенье, понедельник. Воскресенье, понедельник. Потому что выходной день, наверняка у вас клиенты стоят в очереди, и вдруг дверь закрыта. Гости приходят, стучат в дверь, и мы довольно терпеливо объясняем. Сейчас таких случаев про единичное. Раньше были достаточно... Единичный стук в дверь? Да, то есть, может быть, раз в день. Раз в день раздаётся стук в дверь. Да, кто-то зашёл, не посмотрев, не вспомнив, не зная. Ведь это же было... То есть нам говорили, так, вы, ребята, забыли, где вы работаете. Это ресторан, и вы должны быть каждый день, и желательно круглосуточные. То, что нам взбрело сейчас, мы пойдём, будем вас съесть и пить. Так что будьте любезны. Говорим, извините, пожалуйста, но если вы хотите, чтобы вы ели перед так же, как вы делаете это обычно, то нам необходимо пару дней перед их... Прийти в себя. Да, прийти в себя, заняться другими делами. Знаете, там, отнести штаны в прачечную. Ну, например, да. Вот, у кого чего. И это, в общем, в итоге, это не сказалось никак на бизнес-составляющую, как я... Вот самое очевидное, что это могло бы оттолкнуть от вас значительную часть ваших почитателей, да, там, ваших клиентов, ваших гостей. Судя по всему, это не так. То есть они поворчали-поворчали, успокоились и приняли условия ваши, да? Условия игры. Ну, потому что мы, на самом деле, в остальном, мы с ними очень честны и щедры, да? Мы стараемся в общем-то... А вот что такое в остальном тогда рассказать? В остальном, в том, что касается того, что мы предлагаем. Говорю, то, чем мы торгуем. Мы готовим приличную еду за средние, очень сильные средние деньги. Как вам удается, кстати, готовить приличную еду за средние? Нам приходится вертеться, как куш на сковородке. Вау. Вот, потому что, в общем, абсолютно не секрет, что себестоимость московского ресторана состоит из... Ну, в любом ресторане из трех, как бы, компонентов, да? Это плата труда, это стоимость продуктов и, собственно, стоимость существования помещения самого, то есть аренда. Аренда, да. Вот, и аренды, конечно, кровавые, абсолютно имеют масштаб в Москве. Понятно, почему. После того, что эта схема, в общем-то, в целом коррумпированная, есть некое городское там имущество, которое сдано близким людям. Близкие люди сдают их по некой уже коммерческой цене. И все это там, рынок этот крайне мутный, непрозрачный и очень-очень такой неприятный. И цены там страшно, просто жуткие, да? И, грубо говоря, не имея каких-то очень серьезных финансовых подпорок, бороться с этим очень тяжело. У вас, кстати, такие подпорки существуют? Нам просто, нам повезло найти адекватное помещение. Мы во второй линии, там, сильно во дворе и в подвале. То есть дальше трудно было. Но в данном случае помещение адекватное вряд ли назовешь. Наверное, владелец его более-менее адекватный. Без сомнения. Ну, просто сложились все факторы. Понимаете, это место, которое находится там на задворках. Это еще и не центр, не дай бог. Это центр садовой каретной. Ну, просто это, это просто сильно на задворках. И это нам в какой-то момент даже и помогло. Потому что мы поняли, что больше, лишь место маленькое, больше, чем вот то, что к нам люди находят дорогу. 20 человек, мне кажется, да? Ну, там, 10-60, да. Больше, чем они приходят, больше нам просто не съесть. Мы не сможем их просто подместить. Вот. И недаром там, там, на дворе, на вывеске, наверное, написано там, спасибо, что нашли. Потому что, в общем, найти непросто. Люди блуждают там по дворам иногда по полчаса. То есть, это какой-то баланс факторов. Нам страшно повезло. Но при этом, когда мы начинали, мы ужасно волновались. Потому что мы были совершенно не уверены, что все это сможет. Нет, ну, смотри, баланс не баланс, но, по крайней мере, одна чаша весов заполнена из твоего рассказа. Смотри, одна чаша весов на ней. Ваше нежелание, ну, не хочешь никого обижать. В общем, по факту, да? То, что вы не работаете по выходным дням, это раз. То, что вы находитесь, ну, не совсем в доступном месте, это два. А вот это ваша чаша весов со знаком минус, наверное. А что же тогда? Где баланс-то? Чем вы? Со знаком плюс у нас весело, вкусно, и пьяно, и... И дешево. И относительно недорого. Недорого, да. Относительно недорого. Вот, то есть, мы постараемся, в общем-то, балансировать на такое, скажем, в среднее, выше средней категории, ценовой московской. И, то есть, понятно, что у нас есть определенные роды потребители, которые, грубо говоря, есть психологический порог. Он просто не сможет себе позволить. Даже не то, что по деньгам, а просто не захочет. Не сможет. В подвал именно. Не в подвал, а не сможет купить там у себя, грубо говоря, блюда, там, дороже, там. Определенные какие-то цифры, да. Цифра-то меняется со временем. Вот, и, ну, вот мы в этих рамках и балансируем. Ну, давай вернемся, тем не менее, к составляющей такой, то, что мы назвали искусством. Ну, я, по крайней мере, предложил. Вот, с этой точки зрения, да, как ты живешь? Что для тебя? Что для тебя вообще? Это исключительно пространство тех опытов, которые мне интересны, на самом деле. То есть, я счастлив, что мои партнеры мне позволили в свое время абсолютно новичку взяться за эту историю. Вот, кстати, Ваня, извини, пожалуйста, ну, два слова буквально расскажи, как ты пришел в этот, ну, не бизнес, да, в эту стезю. С историей долгой, но, собственно говоря, пороговый момент был, когда мы с моим товарищем, который сейчас уехал из нашей страны в другую, начали делать обеды званные, и сделали какое-то их количество. Просто мы собирали людей, и в складчину они оплачивали наши обеды. Ну, это была попытка заработать денег? Это была попытка просто поиграть в какое-то, посмотреть, просто найти новую занятость. Это был кризисный, там, 2009 год, и, в общем, работы было немного, и, в общем, можно было так позволить себе какие-то движения. И, в общем, мы так, в общем, даже в какой-то момент балансировали на грани того, чтобы снять квартиру, сделать там подпольный какой-то, значит, спикизи ресторан совсем подпольный. Ну, в итоге, слава богу, отказались, но я зато все, наверное, уши я прожужжал своим коллегам, нынешним, своим партнерам, которых я знаю очень много лет, мы просто приятельствовали. Тем, что я занимаюсь, в итоге в какой-то момент мне сказали, ну, может, попробуем? Я говорю, ну, давайте попробуем, если не боитесь. Они говорят, давай. Ну, попробовали, и, в общем, у нас сложился фантастический такой квартет, который в каждом человеке, каждый отвечает за свое, при этом каждый в курсе всего, и это, мы друг другу плечо подставляем, и нам очень удобно всем работать. На самом деле, это, конечно, редкий случай такой, с отменили, кооперации совершенно разных людей. Ну, вот это, тем не менее, высокая составляющая, да? О фестивалях, вот, если можно, два слова расскажи, пожалуйста. Я вот еще хочу сказать, что по поводу фестивалей, значит, то, что мне повезло участвовать в этих зарубежных таких фестивалях, например, Omnivore, это, надо сказать, конечно, фантастическая удача. Я думаю, что во многом я этому обязан не тем, как я там хорошо готовлю, а тем, окей, просто это, грубо говоря, я готовлю нормально, да? То есть наша еда хорошая, мне за нее не стыдно практически никогда, и я не могу сказать, что чем-то ему нравилось больше, что-то меньше. У нас чудная немосковская еда, да? Это еда, которую мне интересно готовить. Ударенная именно на этот слог ударения, или чудная, может быть? Нет, она чудная, чудная еда, она необычная. И я могу в рамках своего маленького предприятия, могу позволить себе какие-то эксперименты, может быть, даже неудачи, да, но в любом случае, я публика, которая есть, она в состоянии это, грубо говоря, оценить, в большей степени, скажем так, меня вдохновляю, чем, скорее, чем демотивирую. И вот то, что мы делали, это, знаете, у нас весело, у нас есть определенный драйв, у нас есть какой-то какой-то задор. И я думаю, что... Ваня, пожалуйста, сейчас мы послушаем новости на Финнам.ФМ, а потом продолжим разговор. Итак, уважаемые слушатели, мы продолжаем сегодняшний эфир. В эфире бизнес-класс на Финнам.ФМ. Тема сегодняшней программы «Бизнес гастрономический». У меня в гостях Иван Шишкин, шеф-повар кафе «Деликатесен», ресторана «Тапа де Камида» и «Вагончика дары природы». Ну, чуть позже, если позволишь, Ване, по поводу «Вагончика», мы поговорим поподробнее. Сейчас вернемся все же опять к фестивалю. Собственно, я так понимаю, ну, во-первых, твоя мотивация, да, зачем ты там оказался? И любой там может оказаться? Да, наверное, не любой. Наверное, просто еще раз я просто вернусь. Нам действительно повезло, потому что люди, которые отвечали за подбор участников в России, грубо говоря, у нас им оказалось интереснее всего. Они посетили там десяток-полтора ресторанов, и у нас показалось просто веселее, интереснее. Мне повезло то, что я наткнулся на этого человека сам, когда он вошел, мы с ним смешно очень потрещали. Он до сих пор вспоминает, как я там над ним посмеялся, потому что он француз, мы с ним говорили по-английски, и это было, в общем, довольно смешно. И я думаю, что это, в первую очередь, случай. Причина была, да, это во многом случаи, во многом еще то, что у нас скорее, не то чтобы это высокое, речь идет скорее всего о том, что действительно это интересно, то есть это не скучно, это весело. Творчество здесь, да, творческое составляющее? Это, вот знаете, я это называю все-таки вот таким кураж, да? То есть это у нас есть возможность разудить плечо, сделать какие-то вещи, которые не просто остальные боятся или не позволяют себе, или там, грубо говоря, там... Не положено. Да, или не положено, или там, ой, что скажет, все равно. Все равно сделаем, да, прорвемся. Вот так. И, как правило, это получается, то есть, как правило, хватает этого куража, веселье, и в итоге мы приехали на этот фестиваль, и там на невероятных нервах, значит, выступили, но, и слава богу, это был никакой не конкурс, это было такой, знаете... То есть места там не распределялись? Слава богу, да. Дело не в этом. Дело в том, что это не для этого сделано. Это сделано для того, чтобы приехать, посмотреть, как стали делать, что происходит вообще, где стоим, о чем говорят. Потому что там, помимо таких вот людей, как я, которые там еще буквально безгода недели в профессии, там есть некие, выступают некие монстры с огромными звездами на погонах, на которых посмотреть, просто познакомиться с ними и там попробовать, что они готовят, это уже большая удача. А так получилось, что за эти годы, когда я общаюсь с этой всей компанией, вызывалось какое-то приличное количество знакомств с крайне приятными людьми, которые невероятно вдохновляют. Они приезжают сюда в гости, они работают у нас, у меня на кухне. Они приезжают на этот фестиваль, который сейчас уже второй, третий год в этом году будет в Москве. Они приезжают, я приезжаю туда, мы общаемся, и это дает для развития, для следующих шагов гораздо больше, чем какие-то любые книги, конкурсы или там выставки и так далее. Это фантастически живое. На уровне драйва все. Абсолютно. А знаете, вот я сейчас понимаю, что все те, с кем я знаком, те, кто у меня будоражит их еда и их рестораны, они все на каком-то заведенные. Они все невероятно бодрые люди. Потому что, видимо, это единственный вариант поддержать себя в тонусе. Надо все время чуть-чуть подпрыгивать. Чуть-чуть надо все время... У меня еще есть одна идея. Раз записал, прибежал, попробовал. Это, наверное, единственный вариант. Причем, возвращаясь к бизнесу, все-таки мотивация у них не на первом месте. Деньги не на первом месте, что называется. Деньги, как бы, они подразумеваются. Просто они не декларируются как самоцель. Понимаете, то есть, честно говоря, когда люди организуют ресторанную сеть, у них, знаете, конкретный совершенно... Бизнес-план. Да, бизнес-план, параметр. И его можно, в общем, по большому счету, даже написать. И это не будет профанацией. Его можно посчитать. Бизнес-план такого предприятия, как наш, это абсолютно выдумка. То есть мы ничего не можем. Никаких цифр-то на самом деле поставить не можем. То есть их нет. Их не может быть. То есть это все зависит от того, насколько мы ловко веселим людей, насколько нам удается там, не знаю, заставить их доедать на тарелках, понимаете? Ну и так далее. То есть это невероятное какое-то случайное, огромное количество факторов случайно соединенных граждан. Ну, получается, что каждый день это экспромт, это импровизация. И у тебя всегда есть опасность... Есть в кармане парашюток. Да-да-да. У тебя всегда есть опасность того, что сегодня вот неудачный день, а завтра удачный. Есть такое, без сомнения. Потому что, я не знаю, там солнце... День и месяц неудачный, и бывает... То есть, как правило, нам удается, так сказать, контролировать свою аудиторию, да, и общаться с ними. Мы знаем существенно больше половины тех, кто сидит в зале обычно. Ну, если, может быть, не по именам, фамилиям, то, во всяком случае, лицом мы знакомым, мы перемигиваемся, там, привет-привет. Вот. Бывают такие дни, когда приходят и люди, которых я... Я просто... Понятно, что между нами сразу такая большая-большая дистанция, и я стараюсь с ними не подходить, потому что я понимаю, что их, грубо говоря, ничем, кроме раздражения, у них не вызываю. А как они здесь оказались? Они прочитали, что они прочитали, кто-то сказал, но они не того склада, они больше не приходят, как правило. Иногда приходят и становятся нашими друзьями в итоге. На личных отношениях. Ну, понятно. То есть некая атмосфера, она не ограничивается кухней именно, да? А вот там атмосфера... Все вместе. Нас четверо, и мы все работаем в зале тоже. Мы все работаем периодически официантами, носим там тарелки, уговариваем попробовать одно, или второе, третье. И это всегда работает гораздо лучше. Заставляем доедать, как ты правильно. Абсолютно. У меня было совершенно... У меня был прямо ритуал. Я подходил, говорю, знаете, у нас так... Не принято. Не принято оставлять еду на тарелках. А что есть ли? Я говорю, знаете, я ничего не понимаю. Он официанты наретарированно за шиврой засунул. Они понимают, что я шучу, но все-таки доедает. Забавно. Давай вернемся к тому. Рассказывал ты о фестивале и фраза твоя, да? Чтобы понять, где мы. Где мы? Вот где мы сейчас? Мы сейчас... Мы далеко, в общем-то, еще от... Скажем, от мировой индустрии. В плане, наверное, легкости, да? Мы все-таки в изоляции, в любом случае. Сколько бы мы ни путешествовали, сколько бы мы ни ходили в рестораны, и рано говорить о каком-то своем особом пути развития. Речь идет просто о том, что нам еще просто не хватает понимания, картины целой не хватает, на самом деле. Большинству наших воров, в том числе и меня. И то, что мы сейчас пытаемся сделать, это такое достаточно серьезное изобретение велосипеда. Мы пытаемся пройтись по путям, которые уже много раз ходили, и это совершенно необходимо. Здесь через ступеньку не прыгнуть. Ходили там, там, там ходили. Через ступеньку здесь, к сожалению, не прыгнуть, потому что это постадинный. Ты должен понять один вкус, ты должен понять одну идеологию, принять ее в следующее развитие. К сожалению, можно делать это быстрее относительно, но все равно придется пройти через эти пути. И я понимаю, что то, что готовим деликатес, это в Америке называется comfort food. Это достаточно простая еда, которая приготовлена с неким твистом, докрученная, так, что она перестает быть просто едой, и она становится любопытным объектом. В ней появляются какие-то штуки, которые человек ест и понимает, что он, говорю, такого никогда не ел. И вряд ли где-нибудь еще поест на ближайшие дни. Ну да, но штуки именно гастрономические штуки. Конечно, да-да-да. А не просто, вот я ем вроде бы то же самое, но ты со своими ребятами вокруг меня отплясываешь. Нет-нет-нет, отплясываем мы само собой. Клоунада – это неотъемлемая часть всей работы. Но, естественно, речь идет о еде. Еда непростая. То есть, если мы делаем пасту, то я эту пасту делаю руками, на специальном старинном итальянском прессе, выдавливаем ее. Она приобретает совершенно необычайную текстуру, которая по-другому ее не получит никак. И я полагаю, что такой пасты в Москве раз-два я пчелся, если вообще есть. Я не уверен, что где-то еще такой готовят, что экструдируют всерьез такого рода макароны, или спагетти, или ригатони. И это делает меня абсолютно уверенным, что я продаю уникальный товар. То, что на тарелке он легкий останется. Да, я совершенно четко могу подойти к любому человеку, сказать, вы знаете, здесь так и так, я в этом абсолютно уверен. Моя внутренняя уверенность, она очевидна для человека. Поэтому я не смог бы торговать чем-то, с чем я сомневаюсь. Я не так устроен. Поэтому это работает. То есть будь уверен в себе. Тогда она получается. Ну, то есть смотри, вот ты упомянул, да, об этом, ну, о тенденции некой, да, вот об этой истории, когда обычная, ну, или не совсем обычная еда еще сопровождается чем-то необычным и становится не просто едой, да, а неким уже... Ну, это как бы, знаете, она просто введенная в квадрат, на самом деле. То есть не то, чтобы добавлены какие-то экзотические ингредиенты, не в этом дело, а просто она сделана, грубо говоря, там, в гамбургер, да, обычный гамбургер. Можно сделать обычную котлету, пожарить ее, положить ее между булок и съесть. И она будет прекрасна. И таких предприятий масса. И я очень рад, что сейчас вслед за нами, там, в том числе и за нами, да, пол Москвы готовят бургеры в ресторанах. Два года назад такого бума не было, да, то есть три года назад мы начали подавать их Москве, так чуть-чуть дергаясь, да, потому что, конечно, ребята приходили, говорили, ну, окей, хорошо, там. А, кстати, вот что такое бургер в ресторане? Макдональдс, что ли? Да, 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 да. Да, 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 это... Да, да, это попробуйте, да, то есть это совершенная котлета, абсолютно совершенно мясо, да, правильным образом подобранные по своему составу, по своей жирности, правильным образом перемолотые, хранится нужным образом, да, то есть жарится правильным образом, так что там было, сохранялась там сочность, сохранялась какая-то определенная там текстура мяса, да, то есть это не то, чтобы какая-то бином не то она, но просто все это надо соблюдать. Нужна быть хорошая булка, она должна быть свежеиспеченная, своя, ее нельзя покупать в магазине, нет, просто бесчестно. Вот, там должно быть все, как минимум, там должно быть базовый компонент, должно быть прекрасно. И дальше уже можно докручивать, дальше можно уже резвиться, это уже, скажем, оценить те, кто, грубо говоря, оценили базу. Я думаю так. И тогда это становится блюдом достойным, в общем-то, ресторанной. Если там, я, там, три года мы подавали без малого, там, целый ряд бургеров каких-то, сейчас я думаю, что мы в ближайшее время сокращу их до двух, потому что, в общем, мы уже теперь ленивые только, бургеры не готовят. У нас есть какие-то новые, у меня есть, например, новые какие-то мечты, которые я сейчас буду в ближайшие полгода реализовывать. То есть, словно говоря, солонина и каша. Вот мой новый лозунг. Солонина, подожди, это только лишь лозунг, но он... Нет, я думаю, что он пойдет в дело. То есть, в буквальном смысле будет? Это будет на счет реализовываться, да. То есть, я уже кашу кое-какую я подаю. Я скоро еще буду подавать другую кашу еще. И мы сейчас, я серьезно сейчас думаю над своей собственной солониной, над своими собственными заготовками из субпродуктов. Ну, вот идея даже вот то, о чем ты сейчас говоришь, слонина и каша, эта идея, она навеяна, да, необходимость поиска драйва, драйва. Конечно, это... То есть, это вот должно быть что-то необычное. Да, но, помимо всего прочего, это страшно любопытно, потому что это дико мощная такая тема, да. То есть, бургеры... На какой-то момент для меня бургер был чем-то удивительным каким-то двигателем, да. И я понимал, что он продается хорошо, потому что это понятная, в общем-то, еда. Да, это много понятной, кайфовой еды. Я до сих пор его люблю, и я с удовольствием ем это. Вот. Мне хочется что-то новое. Мне хочется какой-то страшный пинок для всех, для себя, для, там, для гостей, чтобы люди... Знаете, это что-то такое, типа, как реактивный каток, понимаете, то есть, чтобы он прям пер и проехал, да, прокопал такую поляну, чтобы дальше уже можно, чтобы дальше уже могли идти люди, которые уже по прокопанным. Примерно так. Здорово, здорово. Ну, это вот, что называется, твое внутреннее ощущение. Это абсолютно, да. В какой-то момент просто, в какой-то момент, знаете, я к этому шел довольно долго. То есть, сначала я очень сильно занялся изучением потрохов, изучением свиньи, как таковой, да, то есть, как еще из нее можно сделать, вот, как с ней надо разделать, сделать несколько мастер-классов даже на эту тему. И в такой момент я осознал, что вот эта вот грубая, такая брутальная, в общем, приземленная тема, она таит в себе невероятный простор для развития, потому что она настолько базовая, что можно ее какими-то невероятными наростами, безумно красивыми... Ну, я правильно понимаю, что в этом случае, смотри, ты овладел, ну, без этого никуда, неким ремеслом, да? Да, наверное, да. То есть, без профессии, да, как таковой, вот, такой базовой, невозможно сделать. Абсолютно. А потом уже твой внутренний мир, вот этот мир поиска вечного драйва, да, ты сам такой человек творческий, судя по всему, он дает возможность уже реализовываться и искать, вроде бы, в обычных вещах нечто. Ну, понимаете, играть, играть, это все... Это все джаз, вот. Это все такая игра. Я понял, Ваня, извини, мы еще раз послушаем новости на Финнам.фм, а потом продолжим. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу эфиру. Сегодня бизнес-класс, тема гастрономический бизнес. У меня в гостях сегодня замечательный, необыкновенно творческий человек, ну, по крайней мере, мне это так видится. Это Иван Шишкин, шеф-повар кафе «Деликатеси» на ресторанах «Тапа де Камида» и «Вагончика дары природы». Вань, давай мы вот более подробно поговорим о специфике вагончиков в принципе, ну, и если говорить о трендах, о мировых трендах, да, то это отнести надо к некой уличной, да, что ли, уличной кухне. Абсолютно, да, конечно, то есть уличная еда, и если говорить о трендах, то с точки зрения потребителя, с точки зрения людей, которые едят, я сам являюсь преданным потребителем уличной еды везде, кроме Москвы, где просто практически нет. Я не веду маргинальные вот эти все эти... Вот-вот-вот, мне хотелось бы уточнить, да, потому что это две большие разницы, как говорят в одессе. Я берегу себя, не ем в точках, скажем так, в которых я не уверен, а не уверен я в них практически во всех. Во всех, да. Вот, к сожалению... И причем, извини, пожалуйста, опять, вот я хотел бы уточнить и для себя, и для слушателей, наверное, уличная еда, это не то, что продают и я ем на улице, а это прежде всего то, что готовят на улице. Да, это абсолютно прецизионная для меня, во всяком случае, формировка. Приготовили при тебе, да, непосредственно. Ты заказал, при тебе приготовили, тебе отдали. Не то, что это где-то лежат, это не приготовленные сэндвичи или там разогреты под красной лампой все лежит, а при мне, для меня, это сделано, поэтому настоящая уличная еда, она всегда самая свежая, самая вкусная и она никогда не бывает не свежая, она никогда не бывает не залеживается, потому что вот, вот она только что. Да, прямо при тебе. И везде, где мне повезло побывать, я везде искал такую еду, ее ел и наслаждаюсь, могу, наверное, сейчас там немаленькую лекцию рассказать, где что едят. В Москве же этого нет и почти нет, только появляется и дай бог, чтобы это было больше, как можно сильнее, потому что это, на самом деле, по целому ряду причин. Во-первых, это вкусно, это интересно, во-вторых, это, на мой взгляд, как раз, я очень боюсь, чтобы в эту сферу не полезли корпорации со своими уже имеющимися сети. Мне очень негко, потому что, честно говоря, представляете, что уличная еда это идеальная сфера приложения сил частного, мелкого, частного бизнеса, то есть семейного или вообще там индивидуального, потому что вложения не такие уж там, чтобы большие, да, и там кредитные ли деньги или свои какие-то накопления, в большом счету, говорю, сумма сравнима с покупкой не самой дорогой машины, то есть в хороший бизнес, а совсем в мелкорозничный, это, по большому счету, можно делать у себя на коленке. Мне очень радует, что такие истории появляются, во-вторых, в случае пока что в режиме каких-то праздничных, фестивальных таких акций, да, уже частная инициатива пролезает на этот рынок и уже можно там видеть какие-то очень приятные штуки. Но это, конечно, очень мало, потому что можно ходить в Москве сколько угодно и остаться голодным. А с точки зрения меня как повара, это надо было, конечно, попробовать. И как только я оказался там внутри, я, конечно, понял, что это абсолютно квинтэссенция того, что я делаю в ресторане. То есть я готовлю, я выхожу, разговариваю с людьми. Тут я делаю все это одновременно. И я получаю невероятное удовольствие. Это фантастический драйв. Просто это трудноописуемое абсолютно состояние, когда ты что-то жаришь на гриле и параллельно ты держишь условно говоря очередь из нескольких человек. Бывает до 20 нас были и больше очереди. И грубо говоря, на определенной дистанции сколько тебе хватает сил твоего голоса, ты имеешь визуальный контакт с каждым ожидающим, ты его подбадриваешь, ты говоришь а что вам? Вам вам будет это. Я вам отложил. То есть грубо говоря, это невероятно приятно, потому что ты понимаешь, что люди стоят, они ждут. Это для них некомфортное состояние. То есть ты их таким образом поддерживаешь, настроение поднимаешь, сокращаешь ожидание таким образом. Что ты делаешь, как тому, ты делаешь, может прямо видишь, понимаешь, человек стоит и уже все, он сейчас сгорит. Ты ему даешь без очереди, все говоришь а ты что? Ребята, ему было нужно. Все такие, а ну да, да, да. Все посмеялись, он получил все, что он хотел, и то, что над ним посмеялись, для него уже не важно. Я подумал о том, что вот ты сейчас замечательно расскажешь. Я представляю, как ты это делаешь. Мне показалось, что ты в этом случае в двух, как минимум в двух профессиях одновременно. Ты и повар, ты и представитель. И шприш стал вместе. Совершенно верно. Некий такой стендап, да, как в Америке существуют такие. Это строго необходимо. И это, на мой взгляд, строго необходимая вообще школа для любого человека, который мечтает быть шефом, допустим. Потому что часть коммуникационная, она, на мой взгляд, ничуть не менее важна. Для любого шефа. Я считаю, для любого шефа, да, потому что если любому шефу предстоит общаться с его публикой, если он хочет сидеть запереться в своей комнатушке на кухне и никогда не появляться, то я считаю, что его вот это вот влияние, его идея, идеология, то, что он хочет сказать людям, оно останется неведомым. Потому что можно сколько угодно подавать прекрасную еду, но людям очень важно понимать, кто стоит за тем, что у него лежит на тарелке. Человек должен понять не только, допустим, что за фермер вырастил эту картошку или там откуда приехало это мясо. Это, в общем, для некоторых людей это очень важно. Но все больше и больше становится важно то, кто это приготовил, кто это придумал, кто за это отвечает. Не в том смысле, что претензии предъявить, а хочется персонализации, хочется какого-то полной прозрачности. И на самом деле это, так сказать, полноценная презентация того, что ты готовишь. То есть ты пришел, вот я. Не обязательно для этого разносить каждую тарелку. Обязательно надо появляться, подходить, хлопать по плечу, говорить, ну как дела, все нормально. Это очень мотивирует людей заказать еще. Прийти еще раз, вернуться. Заказать еще, потом рассказать, знаешь, я еще попробовал, еще вот это попробовал. Молодец, молодец. Потому что это, это вот вагончик, это все, это мгновенный непосредственный контакт постоянный. То есть ты человек цепляешь на крючок и ты его держишь до тех пор, пока он не отошел, уже есть. Когда он ест, ему мешать не надо. Это очень интересный опыт. Я думаю, что наверное, не всем это так легко. Да, я тоже, в общем-то, не всегда был таким. Ну это не легко, это очевидно не легко. Я научился, мне это доставляет сейчас огромное удовольствие. И я понимаю, что ребятки, которые сейчас работают у меня, вот те ученики, которые сейчас приходят, у меня сейчас собирается какая-то совершенно бронебойная команда. Я думаю, что через год они будут все просто страшными монстрами на рынке. И вот я вижу, что у кого-то лучше получается, у кого-то нет, но я всех, от всех этого требую, всех на это толкаю, да, общайтесь, разговаривайте, улыбайтесь, веселитесь. Вы не работаете, да, вы никого не должны бояться. Это такие же люди, как вы. Ты сейчас выйдешь из вагончика, и ты будешь такой же, ты будешь там, а я буду разговаривать с тобой. И попробуем все это переиграть по-новому. Это очень-очень важная, на мой взгляд, часть коммуникации именно шефа с потребителями, с людьми, которые из рук едят. Буквально, да. Я считаю, что это, наверное, одна из самых важных частей. В общем, правильное донесение для людей того, что ты делаешь. Потому что еда может быть сколько угодно вкусной, но в ней всегда люди ищут какую-то дополнительную литературу. Знаешь, что я, мне хотелось бы узнать, ну, твое мнение, по крайней мере, хотелось бы узнать. Ну, понятно, да, что многие вещи у нас в России не популярны, потому что, ну, и дальше то, о чем мы уже говорили, да, мы не так давно за занавесом или там без занавеса оказались, мы не так давно в рыночных отношениях. Многие вещи мы только еще осваиваем, многие освоили и догоняем. Вот то, что... Есть еще один фактор. Вот об этом факторе. У нас еще есть фактор советский общепит, который отбил у нас целую, вообще невероятную кучу фантастических блюд, которые мы не можем подавать. Например, рисовый пудинг. Я подаю сейчас в ресторане, я потратил серьезные усилия для того, чтобы люди ели так формально говоря молочную рисовую кашу. Это, конечно, нельзя называть так, но если по формальному признаку смотреть, это рис вареный в молоке. Не важно, что там добавлено, как это сделано. Это рисовый пудинг это простейшая вещь. Рисовую кашу никто не будет есть, потому что все не могут. Вот и об этом ментальность некая существует здесь. Очень, очень серьезная. Очень серьезная. У нас пищевые стереотипы очень глубоко коренены. Это из детства, это из семьи, это из школы, там, из откуда угодно, да, то есть из столовых, которые там люди питаются, в институте, они нигде не учатся. Вот. У меня самого, на самом деле, такие стереотипы тоже есть. Другое дело, что я страшно любопытный, жадный, мне хочется всего сразу попробовать, поэтому мне немножко проще, потому что у меня есть другой фактор, да, я жадность, впечатление человек, мне хочется разного. Вот. Но консерватизм именно пищевой преодолеть невероятно тяжело, потому что это, знаете, это еда настолько личная, настолько интимная вообще на самом деле сфера, потому что, ну, понимаете, то есть никто не знает, что человек чувствует, когда кладет в рот кусочек мяса, да, то есть можно только предполагать. Скорее всего, он чувствует то же самое, что и я, можно как-то описать это словами, но это страшно интимно, плюс это, знаете, последнее такое нетабуированное, ну, или мало табуированное удовольствие, которое осталось нам. Все остальные очень социально ограничены. И поэтому человеку надо давать абсолютно все возможности, что он хочет, да, то есть чтобы он, ну, и он должен сам себя пытаться как бы толкать к этих экспериментам, потому что он невероятно обогатит свою жизнь. Находясь вот в сфере там, много щей с кашей, он, конечно, не видит, не видит и, наверное, там, одной сотой того, что есть. Ну, ты абсолютно верно говоришь, что еда это вещь очень интимная, и уж тем более, если мы говорим о неком стереотипе людей, ну, давай так, старше среднего возраста или среднего возраста, которые всю жизнь, опять, в кавычки поставим, ели щи да кашу и считали, что это пища наша, потом ты приходишь, да, и начинаешь им весело рассказывать о гамбургере или о какой-то вот вот этой штуке, ну, как они к тебе отнесутся? Они нервничают, они волнуются, да, и есть люди, которые, ну, там, скажем, у них хватает, там, кругозора, у них хватает несмелости или, не знаю, того же куража, чтобы попробовать. Да, чтобы попробовать новое. А есть и есть те, которые говорят, я такой не ем, и говоришь, ну, как бы, вероятно, а что, посоветуйте мне что-нибудь, посоветуйте мне что-нибудь другое, у меня остается, говорит, посоветуйте вам только другой ресторан. Ну, это смело. Это, знаете, это, знаешь, такой анекдот, на самом деле, да, расхожий анекдот, да, когда человек приходит, говорит, официанту, посоветуйте мне что-нибудь, бегите отсюда. Пока не поздно. То есть, чуть-чуть все это перевертить в анекдот, но, тем не менее, сделать выраженный намек иногда стоит, потому что, грубо говоря, я не могу сделать то, что я, ну, грубо говоря, у меня есть меню, я кормлю людей согласно этому меню, я не могу, и захотел бы, да, пожарить человеку курицу в тот момент, когда у меня там нет меню никак, не предвидится, и мне приходится это объяснять, и часто, не часто, но иногда, я, конечно, вижу недоумение, то есть, почему у вас нет, допустим, элементарного золота Цезаря, у нас его не будет никогда, типа, ну, почему он же там, типа, популярный, видимо, поэтому. Потому что слишком популярный. Видимо, поэтому. То есть, это нормально, здесь надо иметь какой-то, опять же, внутреннюю уверенность в вопросах. Я думаю, что и гости это чувствуют прекрасно, если я уверенно рассуждаю об этом, я не сомневаюсь в своей позиции. И поэтому они понимают, что они платят свои деньги, ну, как минимум, за проверенную, так сказать, мной самим, да, продукт. Как минимум. Вот очень интересно, ты заговорил о команде, твоей молодой команде, тех ребят, которые ты обучаешь, ну, естественно, в своем формате. Если посмотреть более широко на эту проблему, наверное, проблему кадров, молодых, профессиональных, она есть вообще у нас? Я думаю, что в любой сфере сейчас эта проблема есть. Я довелюсь поработать в разных сферах, и я везде испытывал кадровый голод чудовищный. В плане ресторанам, конечно, это выражено, наверное, из моего опыта, наверное, сильнее всего, потому что произошло на рубеже веков, может, незадолго до этого, произошло чудовищное вымывание квалифицированных поваров из индустрии, потому что это очень низкоплачиваемый, очень неблагодарный труд, и новые методы ведения хозяйства привели к тому, что, скажем, брать недостающую часть зарплаты продукта стало невозможно. И очень многие люди ушли. просто в силу того, что с ними не на что стало жить. И те, кто выжили в этой профессии, они, конечно, абсолютно монстры. Они прожженные, вечные такие, крепкие люди, им можно только памятники ставить. Вот у меня шефом Валерий Катасин работает с исполнителем, шефом, работает человек, который уже 20 лет в профессии, и он, конечно, видел всякого. И я просто понимаю, это его и плюс, и его минус. Ваня, спасибо. Сейчас еще раз новости на Финам.фм, а потом продолжим. Итак, мы продолжаем эфир. Говорим сегодня о гастрономическом бизнесе. Моего гостя я еще раз представлю, это Иван Шишкин. Регалий тогда поставим на потом. И тема, и Ваня об этом говорит, очень важная тема квалифицированных кадров, профессионалов. Да, ну вот видите, с одной стороны, профессионал подобен флюсу, полнота я в односторонней, как мы знаем, но тем не менее, специалисты очень нужны, с одной стороны. И они, еще раз, есть на рынке люди, которые работают много лет. Они работают, как правило, уже на таких достаточно командных постах. И это, их чудовищный опыт, это и плюс их, и минус их, потому что, конечно, консерватизм какого-то рода шоры, возможно, усталость, это все сказывается. Поэтому раскачать людей на какие-то там, может быть, фундаментально новые истории приходится тратить усилия. И я бы отдавая все должное своим коллегам, которые работают уже много лет, я с ним, несколько человек в штате присутствует, и я четко совершенно получаю от них всю ту пользу, которую они могут принести, я столкнулся с тем, что молодые кадры, то есть, грубо говоря, мне не хватает молодых людей, с которыми я разговариваю на одном языке, которые умеют читать специализированную литературу, которая, к сожалению, присутствует только на английском языке. Мне не хватает людей, с которыми я мог бы так же махать саблей, как я делаю это один. То есть, грубо говоря, мне нужно распространить какую-то идеологию с тем, чтобы у меня появились не то, чтобы мне нужны помощники, но мне нужны некие последователи, некие гуру, которые я могу бы определенные темы доверить, то есть, внушить им определенные какие-то свои видения, продукты, процессы, какую-то идеологию, с тем, чтобы они могли продолжать мое, может быть, не то, что мое дело, но чтобы они могли дальше развивать эту индустрию в том ключе, которым я представляю себя сам. невозможно научиться этому нигде в школе, это не учат в учебных заведениях. У нас нет учебных заведений, которые могут учить людей такому подходу. Полагаю, что это не учат даже такому и в кордонблю, точнее, уверен, что не учат. И единственный вариант получить таких специалистов это набрать себе команду, потратить на них огромное количество сил, времени, заставить их пройти ту тяжелую школу на кухне, то есть в иерархию входя не с самого низу с чистящей картошки, а сбоку, в рамках моего помощника, когда человек приобретает базовые навыки, что, в общем-то, довольно быстро можно приобрести, а дальше он начинает учиться, работать с продуктом, понимать, думать, фантазировать и так далее. И я очень сильно надеюсь, что спустя какое-то время у меня сейчас работает семь человек, ребята учатся. Из них трое на очень хорошей позиции. Остальные сейчас поднимаются, и они подтягиваются. Я думаю, что пройдет год, и возможно, кто-то отсеется. Я совершенно понимаю, что это действительно тяжело. Это реально трудно. И потом, это может не всем дано, если мы говорим, что это не... Я думаю, что, скажем так, тот фильтр, который изначально люди претерпевают, это уже показывает их мотивацию, потому что они достаточно долго ходят в том же вагончике, учатся на подхвате. Это тяжелый, совершенно неблагодарный труд. Человек, который не может, он саскакивает. И это нормально. И у меня никакого негатива нет. Я понимаю, что просто это... Ну, это не его, да. Ну, и просто не сложилось. Не сложилось. А те, которые остаются, значит, они достаточно мотивированные. Они очень прогрессируют. Мне очень нравится, как они прогрессируют. Они у них совершенно... Они все разные. У них есть какие-то определенные там, разные уровни. Я понимаю, что у меня есть такая роскошь, что я могу их не ставить на типичные позиции. То есть он говорит, что там, что шеф стоит на определенной позиции. Он делает заказы. У него есть определенный круг обязанностей. У меня здесь появляются люди, которых я могу... которые могу найти лучшие применения. Согласно его темпераменту, физической кондиции, предыдущему опыту. И плюс его специализация, которую он сейчас убирает, обучаясь у меня. Это невероятная роскошь. И при этом это невероятный груз. Понимаете? И вот, например, тот же вагончик, он, по сути дела, будучи финансово, опять же, оправданным в своей работе, он, тем не менее, превратился сейчас в площадку учебную, где люди могут работать, получать какие-то там достаточно скромные, правда, зарплаты. Но, тем не менее, могут работать в предприятии полного абсолютно цикла. Они поддерживают весь цикл существования. То есть, начиная от закупки товаров и заканчивая там вывозом мусора. То есть, весь комплекс проблем, связанных с решением этого. За исключением, может быть, только юридических лицензионных, которые мы берем на себя. И это такая школа жизни, она, на мой взгляд, единственный вариант получения такого рода людей. То есть, подвергнуть их вот такому погружению. Опять, смотри, с одной стороны, это некий такой, как ты сказал, да, законченный цикл вот в ресторанном бизнесе. Он просто очень компактный. Компактный. С другой стороны, это возможность учиться. Без сомнения. Без сомнения. Я, значит, еженедельно провожу семинары на определенную тематику. Я рассказываю какие-то штуки. Я беру периодически кого-то из них на кухню в самое вот пекло. И они там наполнены, на основании, так сказать, как это называется, в статусе поваров. Да, они там работают. Им остается масса шишек там. И они, то есть, они должны все руки там порезать, обжечь. Они должны набить себе эти шишки. Они должны насмотреться всего, научиться, не бояться глазами, делать руками. И я могу сказать, вот этот опыт в вагончике, экстремальный опыт в вагончике, очень маленьком, тесном и достаточно трудном, позволяет людям подготовиться. Вот, знаете, низкоресурсная такая школа, она позволяет потом на кухне, на полноценной, чувствовать себя гораздо более вольготно. Потому что они учатся не организовать, учатся организовать рабочее место, натолкаться с задницами там со своими коллегами и так далее. Это, я думаю, что довольно так ловко получилось. Само причем, да? Ну, так вышло, так вышло, и это вышло гораздо быстрее, чем я ожидал, и я очень рад. Потому что коллектив получается очень серьезный, я думаю, что мы с ними можем сделать так достаточно какие-то серьезные дела. Например, мы сейчас 28 числа, мы едем в Лион на всемирный кулинарный форум делать там демо. Демо? Демо. Что такое демо? Ну, вот мы будем там показывать, как мы готовим. В основном, говорят, там, нескольким тысячам людей. Вот. И именно как мы готовим нашу уличную еду. Демо, это, в смысле, демонстрация, да? Демо-версия такая. Вот. То есть, то, как мы готовим нашу уличную еду. И это, в общем, большая честь для нас. Потому что... Вас пригласили. Нас позвали, да. Нас позвали, и это... Мы едем туда именно с всем кагалом там, пятером, или четвером. Четвером. Ну, не такой кагал, но все. Но это прилично, на самом деле. Это приличный состав. То есть, и это ребята, которые пока опыта таких выступлений не имеют. И я, в общем, думаю, что им это будет очень полезно. Так, посиховать там чуть-чуть, понервничать. Ну, наверняка. Вот. И это очень собирает. Кстати, возвращаясь вот к рассказу о том, что вагончик стал, да? Сам. Сам так получилось. Некой школой профессионального мастерства. У меня два вопроса. Во-первых, может быть, как бы диверсифицировать твой бизнес. вот на основании вагончика создать некие курсы с определенной программой, с определенным временем, ну, и так далее. Ну, это я так просто набрасываю идеи, что называется. Еще друг... Я вижу, что тебе это не нравится. Под чем? Ну, хорошо, я не настаиваю. Тем не менее, второй вопрос. Смотри, вот эти люди, эти ребята молодые, да, которые обучились профессии с твоей точки зрения. Ну, у тебя несколько иная, все-таки согласись, точка зрения на эту профессию. Не классическая, да, нетрадиционная. Они могут потом применить себя все-таки в традиционной... Я думаю, что... Да, я перебью. Я думаю, что они в любом случае смогут себя найти не обязательно в моих проектах или там наших с ними совместных проектах, а в каких-то своих. Вот, я просто думаю, что того отношения, которое мы исповедуем к ресторану, к идее, к жизни, я думаю, что его ничего не хватает в Москве, поэтому я буду рад, если они будут работать в таком же ключе. А что касается школы, конечно, я думаю, что это малореально, потому что я, честно говоря, готов... То есть я продолжу с людьми несколько собеседований, где страшно их пугаю и рассказываю всю кровавую правду о том, как тяжело живется на кухне. И я совершенно четко понимаю, что я не готов вкладывать сейчас ни силы, ни время в людей, которые не... Ну, к другому говоря, у которых есть большой шанс того, что они там побудут месяц и уйдут. Или просто там оставить это себе на память. Мне нужны люди, которыми я буду работать. Поэтому я всем изначально говорю, что мне нужно... Если человек 10 раз подумал, потому что как только я пойму, что он не может работать, мы с ним расстанемся сразу. Потому что каждый день, который я в семье вместе провожу, он должен быть остыдать у него в голове с тем, чтобы он потом начал этим пользоваться в профессиональном... Не обязательно... Я не наставил на том, чтобы он... Здесь нет основы права никакого. Чтобы он работал только со мной. Но мне нужно, чтобы он работал так. Потому что это... Мне кажется, так правильно. Ну, ты волен так думать, по крайней мере. Это твой подход. А вообще, если взять более широкий взгляд на ресторанный бизнес в целом, ну, вот на этот бизнес в целом, в России, какие... Ну, давай так. Как можно сравнить его с тем, что делается на Западе? Какие тенденции, что ли, у нас? Как мы себя чувствуем с этой точки зрения? Мы догоняющие. Мы абсолютно догоняющие. У нас всего не хватает. Я, на самом деле, действительно очень пессимистично настроен к тому... Вообще к состоянию ресторанного бизнеса в нашей стране. Вот я вижу... Ну, понимаете, на всю Москву я вижу только одну приличную ресторанную сеть, где мне не страшно, не стыдно и не противно и как бы выгодно есть, да? Вот. Вот, увы. И остальные мне ходить не хочется. Понимаете? Это второй гриль, я имею в виду, хожу. Я туда понимаю, что я там получаю за свои деньги, получаю там... У меня вообще нет вопросов. Остальных нет. Я понимаю, что... Если говорить о сетях, то это... Я понимаю, что частный сектор мелких ресторанов вообще отсутствует. Этническая кухня... Частный, ты имеешь в виду в любом смысле, да? Частный, мелкий, мелкий вот это, да? То есть никогда не корпорация, никогда не сеть, а когда вот частная инициатива, семья, двое-трое ребят, знаете. Этническая кухня вообще практически, там, не знаю, за исключением среднеазиатской, там, кавказской, за кавказской практически отсутствует, да? И нам сейчас нечего принести до нового. Если там будет сейчас бум латиноамериканской кухни во всем мире, невероятный бум, то у нас это все уже протоптано, и даже если мы сейчас начнем делать самсук рубля с твистом, вряд ли кто-то это оценит, потому что это уже всех в зубах навязло. Подожди, а почему это так? Потому что мы впереди планеты всей оказались, что ли? Да потому что это со времен, знаете, вот великая дружба народов у нас там шашлык покарский рубля все прошли, да? а то количество этих вот псевдо-среднеазиатских ресторанов, которые у нас сейчас есть, оно, конечно, не оставляет ничего. У нас отсутствует вообще в этнический сектор, там, китайский, вьетнамский, ну, за микроисключениями, за микроисключениями. Вот, такой индустрии практически нет. У нас разгромили черкезовский рынок с двумя продуктовыми рядами, китайским, вьетнамским. Там тебе негде еду покупать, понимаете? То есть приходится гоняться за всем, то есть это по углам, по щелям они разбежались, бедняги, вот, и то есть моя очень серьезная претензия вообще к правительству. Они разогнали черкезовский рынок с продуктовыми рядами, которые там были, которых мне очень не хватает. Ну, в принципе, то, что разогнали рынок, ты поддерживаешь? Я понимаю, что там, да, я имею в виду, что вот это вот, знаете, то есть явление пропало, бам, и все. Я не понимаю, по большому счету, не важно, причина, почему она пропала, она сама исчезла, бам, и схлопнулся. Вот, и мне кажется, что вот этот вот, у нас, как бы, нет движения, понимаете, у нас очень мало развития, да, то есть настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Вот, я думаю, вот так, наверное, такой вот диагноз я бы поставил. Ну, и тем не менее, ты смотришь, это все-таки, да, так, пессимистично. Я смотрю на пессимистичное на состояние дел, вот, потому что у нас года два назад вдруг начали говорить, там, гастрономическая революция, типа, в Москве появилось два новых ресторана, которые там чем-то отличаются от остальных. Ну, в общем, она и захребнулась, больше ничего не появилось. Ну, это да, действительно, революция. Все, ничего нет, поэтому я жду, на самом деле, нового поколения последнего. Спасибо тебе огромное. Я благодарю тебя за то, что ты сегодня с нами. Иван Шишкин, хоть и пессимист, но, тем не менее, оптимистично с вами был. С нами мы файл. Спасибо.